О реформе общественного транспорта в Санкт-Петербурге мы уже рассказывали. А подробнее познакомиться с новой техникой для северной столицы удалось на выставке «Электротранс». Но если компания транспортной системы провела очередной рестайлинг троллейбуса «Адмирал», уже закрыв свой петербуржский контракт, то «Белкоммунмаш» представил самую, что ни на есть, серийную машину. Белорусский БКМ привёз на выставку свой пятитысячный троллейбус. Им оказалась машина модели «Ольгер», 321-й уже заслуженной серии, и именно этот троллейбус поедет в город Санкт-Петербург в составе большого контракта на 97 новых машин. Подобную машину «Белкоммунмаш» впервые показал в прошлом году. Причём создавали её под конкретный контракт на поставку в болгарский город Враца. Новый кузов — модульный, состоит из отдельных секций с унифицированными размерами и аналогичен родственным электробусам. Собственное имя «Альгерт» отличает новый троллейбус от классической серии «Сябар». При этом индекс остался прежним. Формально 321-я модель выпускается аж с 1999 года. И даже приставка 00D знакома — по машинам с автономным ходом, которые эксплуатировались даже в Москве. За автономный ход «Альгерда» отвечает довольно ёмкая тяговая батарея на основе НМС ячеек. «Здесь ёмкость накопителя 93 кВт в час. Производство батареи «Ренера» и «Нортек» — российский производитель тяговых батарей. Электродвигатель в данной комплектации установлен в Псковске — 180 кВт. Мощность его составляет». Батарея размещена за перегородкой в заднем свесе. У модификации без автономного хода на её месте размещены ещё пять сидений. По ходовой части импортозамещение уперлось в общеизвестный для автобусов ограничитель. Поскольку портальные мосты ни в России, ни в Беларуси не выпускаются, то альтернативы китайцам фактически нет. Для «Альгерды» мосты поставляет фирма GK Drive из города Суджоу. Санкции сыграли свою роль. Портальные мосты сейчас по китайскому происхождению. Была проведена в 2020 году опытная эксплуатация у нас в Беларуси на Гомельском троллейбусе. Был получен опыт по эксплуатации, по обслуживанию. Исходя из этого, было принято решение внедрять вместо немецких мостов ЗТФ китайские мосты. Петербургская версия «Альгерда» получилась технически сложной. Помимо систем контроля бодрствования водителя, прямого замера давления в шинах, датчиков дождя и света, камер по кругу, здесь есть изощрённая диагностическая система, которая проверяет множество параметров и хранит их в течение месяца. Поэтому стоит машина немало. В январе Петербург закупал их примерно по 35 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова